Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» состоялся в Мурманске. Участникам нужно было преодолеть полосу препятствий, огневой рубеж, а также пройти исторический квест. Награда победителю – возможность предоставлять команду на уровне региона. Мария Рябинкова продолжит. На базе Центра патриотического воспитания «Юная гвардия» в Мурманске 8 команд школьников, среди которых юнормейцы и представители патриотических кружков приняли участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Победа». У нас здесь три этапа. Это огневой рубеж, где они разбирают автомат, снаряжают магазин и стреляют на скорость по мишеням. Военно-военизированные эстафеты, самые интересные, где они проходят нашу полосу препятствий, пускай не такая большая, но в наших условиях мы ее создали, где они переносят раненого, пробегают в противогазах, с автоматом ползают, и также еще они проходят квест, страницы истории. Патриотическое воспитание молодежи – основная цель, которой руководствуются организаторы игры. Многие участники отборочного этапа не впервые проходят эти соревнования, так что борьба обещает быть жаркой. Я здесь занимаюсь военно-патриотическими вещами. Мой отец – военный подводник, дедушка – капитан первого ранга, тоже подводник в отставке. И своим поведением, своими занятиями здесь я свое им честь, тому, чем они занимались, и также продолжаю это дело. Это всегда помогает сохранить спокойствие в хрестичных ситуациях, то есть, кип там не были ситуации. То есть, банально выйти к доске, многие волнуются. Ну, а для меня это как-то спокойно. По результатам муниципального отбора будет решено, кто весной примет участие в этапе региональном, чтобы затем уже выйти на всероссийский уровень.